Ольга держит в руках свою мечту – поездку на море. Она ни разу не была за границей, а в морской воде последний раз плавала 20 лет назад в Крыму. Девушка пришла на закрытый показ фильма «Кухня в Париже», чтобы поучаствовать в финале игры от радиостанции «Шансон». Предварительно в эфире она правильно ответила на вопрос, в какой стране мужчине и женщине, гуляя по городу, нельзя держаться за руки. Ольга говорит, ответ подсказал большой экран. Ребенок мультики смотрит, муж любит всякие триллеры, боевички про, скажем так, самураев и так далее. И я ни в одном из фильмов, ни в одном из мультфильмов, честно говоря, не видела, чтобы в Японии именно мужчины и женщины держались за руки, идя по городу. Все время женщина, она сзади шла мужчины, потому что по статусу, скажем так, в этой стране мужчина главный. Всех финалистов игры собрали в кинотеатре, где после просмотра фильма победителя выбрали с помощью лототрона. Теперь Ольга полетит на отдых в Таиланд. Сама викторина проходила две с половиной недели. Каждый день у нас была викторина «Хочу на море» в эфире утренней программы «Хорошее начало». Разумеется, не каждый день получалось выигрывать у наших слушателей, так как вопросы были не совсем простые, не всегда легкие. Но, тем не менее, мы отобрали 14 счастливчиков, 14 человек, которые в итоге боролись за главный приз за путешествие. Мечта нашей героини сбылась, а на ее месте мог оказаться любой. Надо только верить в свою удачу. Анастасия Гульба, Александрина Сысенко, Александр Архипенко. Новости моего города. Анастасия Гульба, Александр Архипенко. Новости моего города.